Прежде чем переходить к чему-то сложному, я хочу остановиться на термодинамике. Если смешать два нереагирующих между собой газа, то рано или поздно они окажутся в равновесии. А что произойдет с чашкой чая, если ее оставить на столе? А если добавить туда лед? Мы все знаем, что рано или поздно температура воды в чашке окажется равной комнатной температуре. А если частицы реагируют между собой, то в какую сторону пойдет реакция? Все эти вопросы изучает термодинамика. В химии термодинамика предсказывает, в какую сторону пойдет та или иная реакция. Но при этом она ничего не говорит о скорости этих реакций. Когда система переходит в стадию равновесия, начинает снижаться энергия гипса, достигая минимального значения в точке равновесия. Математически это равновесие при постоянной температуре и давлении можно записать в виде. Рассмотрим изменение энергии гипса, связанное с количеством вещества. Изменение энергии гипса будет состоять из прироста энергии гипса для продуктов и потери энергии гипса для реагентов. Химический потенциал вещества представляет таким образом энергию гипса на моль вещества. Тогда равновесие можно записать в виде. Таким образом, в условиях постоянной температуры и давления сумма химических потенциалов реагентов с учетом их стихиометрических коэффициентов равна сумме химических потенциалов для продуктов реакции. Если бы это было не так, то энергия гипса системы не была бы минимальной, поскольку энергия гипса могла бы быть дополнительно снижена за счет большего количества реагентов, превращающихся в продукты, либо же наоборот. Рассмотрим случай с идеальным газом. В этом случае состояние равновесия можно описать формулой. Или же... Таким образом, для газофазной реакции константу равновесия можно записать в виде... Обратите внимание, что если некоторые из реагентов или продуктов реакции находятся в растворе, то подходящим идеальным выражением для химических потенциалов будет являться следующее. Это приводит к общей константе равновесия. Отсюда следует, что для равновесия, где HA это, скажем, карбоновая кислота, а А карбоксилат анион, константа равновесия будет равна... В обычном использовании уравнения принимают более привычную форму. В случае, если реагенты являются чистыми твердыми телами или чистыми жидкостями... Другими словами, химический потенциал приближается к стандартному химическому потенциалу. Обратите внимание, что в отличие от газов или растворов, энергия гипса на моль зависит только от температуры и давления. Изменение количества материала не изменяет общую энергию гипса, но не энергию гипса на моль. Поскольку химические потенциалы чистых жидкостей и твердых тел не зависят от количества присутствующего материала, выражений для константа равновесия, в которых участвуют эти частицы, нет соответствующих членов. Итак, в общем случае, константа равновесия будет равна... Давайте рассмотрим еще несколько реальных примеров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok